Ежегодная конференция на одной волне. Сегодня мы общаемся с большим удовольствием с нашими гостями и обсуждаем, что интересного произошло в жизни компании за прошедший год. Ян, доброго дня. Я знаю, что вы сегодня первые выступали на конференции, отвечали на вопросы наших зрителей. У меня к вам несколько вопросов. Первый. Чем может гордиться ваша команда с прошедшего октября? То есть, что интересного произошло в компании за год? Какое интересное произошло в компании? Это будет достаточно длинный ответ. Потому что я думаю, что команда магнита может гордиться очень многим. Я сейчас это уже в выступлении упомянул, но я вам буквально пару моментов назову. Ну, во-первых, мы стали гораздо более открытой организацией. Мы также стали гораздо больше строить свой бизнес вокруг команды. Я думаю, что мы гораздо больше теперь синхронизированы с точки зрения того, что мы делаем. То есть, мы знаем, чем занимается каждый конкретный человек в бизнесе. Мы также начали обсуждать собственные ошибки. И это все, естественно, ведет к хорошим результатам. И мы гордимся этим результатом. Результат, во-первых, это лайк-фо-лайк. То есть, за последние девять месяцев мы показали самый лучший результат по ЛФЛ в стране. Но при этом также мы быстрее всех прирастаем в общих продажах. Я думаю, что где мы хотим улучшить ситуацию, это в первую очередь развитие. Мы хотим быстрее расти. Но вот как раз этим, я думаю, нам стоит также гордиться. Не открывая очень много магазинов, мы при этом смогли стать самыми быстрорастущими. Также я считаю, что мы можем гордиться нашими сотрудниками, как в магазинах, так и на РЦ. И, естественно, они нам очень помогли. То есть, та забота, которую они проявляют к нашим покупателям, к самим себе, к своим коллегам, это также нам очень сильно помогло. И я этим очень горжусь. Я думаю, мы должны перейти к следующему вопросу, потому что я могу еще 15 минут говорить об этом. Позвольте поинтересоваться, какие основные сложности, с которыми вы столкнулись за прошедший год? Какие челленджи? Я думаю, что это очевидно, что вся коронавирусная крисия и отбрага – это один из самых больших сложностей. Как мы с этим делаем, но как мы комфортим людям, как мы уверены, что каши вернутся в магазине, как мы уверены, что люди в дистрибуционном центре идут туда, что транспортные машины стопают в их транспорт. Но я думаю, что это было очень хорошо. Еще раз вопрос, если вы не приходите из двух лет, чтобы вы признаете организацию, что мы сможем сделать эту growth, это тоже было вопросом, и все еще есть вопрос, потому что организация в себе является традиционным организацией, и это очень серьезная организация. People are proud of Magnit. И это делает иногда тяжело, чтобы они понимали, что изменение не означает, что вещи были ошибки, но изменение – это что-то, что нужно делать в ресторанском бизнесе, потому что ситуации меняются. И это еще одна из самых больших проблем, которые мы видим. То есть одной из самых больших проблем, естественно, я думаю, можно этого даже не говорить, стала ситуация с коронавирусом, с пандемией коронавирусной, и проблема для нас была, как обеспечить доверие у людей, как придать им уверенность, то есть как сделать так, чтобы кассиры возвращались в магазины, как сделать так, чтобы водители садились в грузовики, чтобы люди на РЦ приходили обратно на работу. Плюс еще одной проблемой было, естественно, внедрение изменений в компании, потому что компания у нас достаточно большой историей, люди гордятся этой компанией, и нам нужно было как-то команде нашей сказать, что изменение – это не значит, что что-то было не так до этого. Изменение – это просто то, что вам нужно делать, просто потому что в ритейле так должно быть. Ритейл не может жить без изменений. И у нас, в принципе, по-прежнему эта проблема остается, но я думаю, что мы делаем правильные шаги для того, чтобы ее решить. В заключении хочу задать вам следующий вопрос. Как вы думаете, на чем стоит сфокусироваться в будущем году? Какую задачу ставите перед собой? В конце концов я хотел бы спросить вам вопрос. Что вы думаете, что вы должны сфокусироваться в следующем году? Какой для вас объект? Я думаю, что, смотря на результаты, которые мы делаем сейчас, я думаю, что мы должны сфокусироваться на развитие. Я думаю, что есть, очевидно, клиентная потребность. Мы видим, что НПС, промоутер-scор, это уровень. Мы должны сфокусироваться на развитие. И это должно перевяжиться на развитие. Я думаю, что мы должны сфокусироваться в следующем году. Второе, которое, кстати, будет действительно что мы продолжаем делать, но я думаю, что необходимо для того, чтобы объекты все будет наличие. Это требуется техника. В том, как можно выражаться на различные сфорты, а также требуется различная ассорт kilowattами, analysis which goes with this that's where we have to improve then I think what I find still still a very bureaucratic organisation so I think we should also focus on simplifying and unifying more to make things more understandable and we're actually quite a complicated business I'm an experienced retailer and for me I recognise where it comes from but I think we've gone in certain areas too excessive and that needs to be cleaned and then last but not least is the whole digital agenda, I think we should focus more on digitalisation of our business data, advanced analytics insight but also customer communication and potentially also e-commerce we make steps and we have opened our e-pharma recently we will be announcing in a couple of weeks time our e-grocery business but it's not just okay I've got e-grocery business it's just the whole mentality of if I take decisions they actually should be data driven it should be fact driven and data we have we only need now to learn to interpret it and with the help of specialized companies to create more insight and therefore have better decisions as well well first of all I think we need to focus on growth because we see that our покупатели are paying to the предложение which we have we see it for the result of MPS we need to we need to and continue to move on second of all as I already said it's category management category management it's not only the selection of certain lines of products it's also analysis processes which are used to for this category management it's also with whom we need to work then it's cifrow sfera естественно то есть как я уже говорил мы используем большие данные мы анализируем данные о покупателях и мы также развиваемся в сегменте электронной коммерции в частности вот мы уже запустили свою электронную аптеку также мы в ближайшем времени запустим наш бизнес и гроссери то есть электронная продажа продовольственных товаров причем я считаю что это не такое направление где нам просто нужно что-то создать и оно дальше будет само по себе существовать нам нужно изменить саму ментальность в компании чтобы все принимаемые решения в первую очередь ориентировались на данные которые у нас есть данные у нас на данный момент действительно есть нам просто нужно научиться именно работать с ними и основывать свои решения на них и нам также нужно еще упростить и унифицировать все наши процессы потому что на данный момент у нас достаточно сложная организация я как опытный ритейлер я в принципе понимаю что стало следствием такой сложности но тем не менее она на мой взгляд сейчас чрезмерна и нам нужно работать над упрощением от себя хочу сказать что это прекрасные выдающиеся результаты хочу пожелать магниту успеха и процветания и пусть 2021 год принесет только исключительно положительные новости и прирост в бизнесе спасибо большое спасибо желаем вам хорошего дня мы обязательно с вами спасибо 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 Продолжение следует...